В конце нашего эфира также мы будем говорить о том, что как президент Украины Владимир Зеленский, по сути дела, создаёт новый тип лидера, новый тип, новый вообще показатель того, каким должен президент своей страны, как он должен защищать своё государство. О активности президентской на этой неделе, активности Офиса Президента, будем далее говорить, Игорь Жовко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, сейчас на связи с телеканалом ЮЭИ, Игорь Иванович, рад вас приветствовать в нашем эфире, здравствуйте. Доброе утро. Игорь Иванович, ну хочется, знаете, сначала так более общий, чтобы вы оценили эту неделю в политическом аспекте, в международном аспекте, наверное, одним из самых главных для президента Украины, для украинской власти на этой неделе. Ну, действительно, эта неделя была довольно напряжённой и довольно успешной с точки зрения дипломатического фронта, назовём его так, да, потому что президент, основной фронт ведёт, безусловно, на поле боя, и как верховный главнокомандующий руководит, скажем так, войной против России. Но не менее главным является дипломатический фронт. И, действительно, сегодня эта неделя была очень важна. Продолжались и выступления президента в парламенте, продолжались и в парламентах стран, продолжались и телефонные разговоры, и, что важно, было несколько визитов. Но напомню, что началась неделя с важного выступления президента в Совете Безопасности ООН, и это заседание Совета Безопасности было созвано именно по инициативе Украины, не смогла Россия, скажем так, свою инициативу протащить по поводу созыва Совета Безопасности. И очень сильное выступление президента, очень сильное выступление с точки зрения привлечения внимания мирового сообщества к тем ужасам, которые буквально накануне мир увидел в Буче и в других городах. И президент в своём выступлении говорил о том, что мировое сообщество должно не только лишь сожалеть или выражать какое-то сочувствие, или выражать какую-то обеспокоенность, а действовать, действовать, действовать. А для этого есть все способы. Это и санкции, это и дальнейшие поставки оружия в Украине, это и финансовая помощь. Поэтому это выступление было довольно важным. Далее вы видели, что продолжались выступления в парламентах Ирландии, Греции, Кипр, Финляндии. Во время этих выступлений в парламенте президент говорит не только с парламентариями, с лидерами стран, он говорит с народом этих стран. Он обращается к народам этих стран о том, что может быть ещё сделано для Украины в плане поддержки и для того, чтобы Украина выиграла войну. Ну и действительно, то, о чём вы говорите, это визиты иностранных лидеров. Эта неделя была довольно насыщенная с точки зрения визитов. Вот сейчас у вас идут кадры президента Европейской комиссии Урсула фон дер Лайн и верховный представитель Джозеп Боррель. Это очень важный визит, который не только лишь с символической точки зрения важен, а с точки зрения того, что несколько процессов важных было проговорено и запущено во время этого визита. Ну, например, подготовка рекомендаций Европейской комиссии относительно соответствия Украины к опенгальмским критериям. А это означает дальнейшее продвижение нашего членства, полноправного членства в Европейском Союзе. Поэтому очень важен был этот визит. Очень важен был то, что госпожа президент приехала в составе делегации, и был господин Боррель, и были другие представители. И мы действительно имели очень важный разговор по поводу дальнейших наших шагов. Этот день также совпал с пятым пакетом санкций. И президент Украины очень чётко высказал госпоже президенту, что мы довольны этим пакетом санкций, но это далеко не то, что мы хотели бы иметь на данный момент. Поэтому говорили о том, что нужны санкции, нужна эмбарго на поставку нефти и газа российских на территорию стран Европейского Союза. Нужны дальнейшие санкции, которые усугубят экономические последствия для России. Нужно отключение полное всех российских банков от Свифта. Нужна полная заморозка счетов российских и европейских банков и конфискация их в пользу Украины. Нужны дальнейшие персональные санкции против тех людей в Российской Федерации, которые причастны к агрессии против Украины. Это не только члены Совбеза, например, или Госдума. Это вся вертикаль, вся верхушка власти, в том числе и на региональном уровне, которая отвечает за это. Нужно, например, невыдача виз российским гражданам в страны Европейского Союза. Непонятно, что сейчас граждане Российской Федерации могут делать на улицах Парижа, Берлина, Гааги и так далее. Поэтому об этом тоже говорили. Ну и финансовая помощь, которую госпожа президент привезла в Украину, это не только помощь нашей экономике, но это помощь нашим беженцам. Вчера, вы знаете, была очень важная конференция в Варшаве проведена, где удалось собрать несколько, практически 10 миллиардов евро в помощь украинским беженцам, которые находятся на территории стран-членов Европейского Союза, но и тем внутренне перемещенным особам, которые в Украине вынуждены были сменить свои места проживания на другие города в Украине. Поэтому этот визит очень был важен. Очень важно, что вместе с госпожой президентом приехал премьер-министр Словакии. Вы знаете те военные поставки, которые наконец-то пришли из этой страны в Украину. Но не менее важна тоже была словацкая помощь, об этом президент говорил отдельно с премьер-министром по поводу интеграции Украины в Европейский Союз. Словакия не просто сама поддерживает, но еще и говорит с теми странами, скептиками, или может быть теми, которые еще не приняли решение о быстром вступлении Украины в Евросоюз. Словакия это делала с самого начала, как только Украина подала заявку и продолжает делать это сейчас, и о чем премьер-министр Словакии заверил президента. Ну и вчерашний визит, безусловно, господина Джонсона очень важен с символической точки зрения, но не между ней важен и с практической точки зрения. Напомню, господин Джонсон буквально недавно был в Украине, еще перед войной с визитом. Тогда был очень откровенный разговор о том, что может случиться. Поскольку сейчас премьер-министр приехал в других обстоятельствах, то говорили в том числе и о военной помощи. Вы знаете конкретную помощь, которую привез господин премьер-министр в плане обороны. Также говорили, опять же, о помощи финансовой. Ну и, в принципе, господин Джонсон – это один из лидеров западного мира, и очень важен был его визит в Украину. В этот же день состоялся визит канцлера Австрии, господина Нейхаммера. С ним тоже говорили о европейской интеграции, потому что Австрия поддерживает Украину. Возможно, они еще не так сильно поддерживают ускоренную процедуру, но что касается, скажем так, принципиальной возможности вступления в ЕС, то канцлер на нашей стороне полностью поддерживает санкции и усиление санкций в отношении России. И с ним эти вопросы также были обсуждены. Игорь Иванович, вы вспомнили, вот говорили, в том числе, естественно, не могли об этом не сказать о приезде Бориса Джонсона. Для многих, естественно, не посвященных в тему приезда премьера, это стало сюрпризом, что вдруг, внезапно, без объявлений, премьер-министр Великобритании приезжает непосредственно в центр Европы, в центр Украины, которая сейчас борется против путинской орды. Если это возможно, скажите, почему не было анонсов, либо это же больше вопрос к британской стороне? Нет, ну, смотрите, такие визиты никогда не анонсируются заранее, особенно в условиях военного времени и военного положения. Конечно, тут играет роль и в условиях безопасности. И, скажем так, если это стало сюрпризом, это стало, безусловно, приятным сюрпризом для Украины и для всех наших партнеров. Надеемся, что стало неприятным сюрпризом для России. И могу сказать, что такие неприятные сюрпризы для России и приятные сюрпризы для украинцев и для тех, кто нас поддерживает в других странах, они еще будут. Добавлю, также важная тема на этой неделе – это евроинтеграция Украины. Вы об этом также сказали. Опросник, который был, который Урслов Андерляен так торжественно передал президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сейчас несколько ветвей, которые защищают Украину, президент защищает, и вооруженные силы Украины защищают свое государство. Вот опросник, вопрос евроинтеграции. Сейчас хочется также, чтобы мы сделали на этом акцент, так как наши зрители, не скажу, что большая часть, но многие из них, они находятся в территории Российской Федерации, и для них, Игорь Иванович, знаете, для них непонятно вообще вот этот процесс, зачем идти в Европу, там же вот это все, я сейчас скажу очень грубо, но тем не менее, там же ЛГБТ, вот это все, нацизм, вот это все смешано в голове у типичного россиянина. К сожалению. Объясните нашим зрителям в том числе, почему президент Украины встречается с Русулой Фон дер Ляйн, почему берет из ее рук опросник по вступлению в Евросоюз, почему президент, народ настолько устремлены в Европейский Союз? Очень просто. Смотрите, наверное, часть из ваших зрителей в Российской Федерации очень бы хотели, а может быть всем зрителям вашим в Российской Федерации хотелось бы, чтобы Украина навеки, как раньше говорили, нерушимыми узами была привязана к русскому миру. И может даже многие ваши зрители хотели бы, чтобы воссоздался Советский Союз, ведь для лидера их страны самая большая трагедия 20 века, это не две мировые войны, а распад Советского Союза. Так вот, таким вашим зрителям хочу сказать, что такого не будет. Украинцы не хотят быть частью русского мира. Они уже являются частью европейской семьи. Это даже записано уже в соответствующих документах Европейского Союза. На саммите в Версале 11 марта было написано, Украина – часть нашей европейской семьи. Все уже в головах и европейских лидеров, и европейских стран, народов европейских стран. Украина – это неотъемлемая часть европейской семьи. Мы провели опросы в ключевых странах. 65% французов хотят, чтобы Украина стала членом ЕС. 72% немцев хотят, чтобы Украина стала членом ЕС немедленно. 91% поляков, ну тут, наверное, понятно, хотят, чтобы Украина стала членом ЕС. Поэтому назад дороги нет. Уже я хочу, наверное, расстроить ваших российских зрителей. Мы не вернемся в лоно, как они говорят, матушки России. Никаких братских народов, этих песен о том, что три народа воссоздадутся, его не будет. Поэтому ничего страшного в этом опроснике нет. Я могу даже вашим зрителям его показать. Вот смотрите, вот такая книжечка. Тут всего 40 страниц, 368 вопросов. Вопросы не страшные. Это вопросы, что такое сейчас Украина. У нас просьба, в том числе от редакции. Можете еще показать для наших зрителей из РФ, вот важно понимать, что такое европейский документ для европейского государства. Вот так вот он выглядит. Да, questioner, опросник, два флага, флаг Евросоюзского союза, прав Украины. Это вот такой вот документ. Тут просто вопросы. По каждой отрасли, экономике, политике мы ответим очень быстро на эти вопросы. Большинство информации об Украине в Европейском союзе уже имеется, потому что мы же и соглашение об ассоциации уже успешно выполняем несколько лет, и об этом есть позитивная оценка Европейского союза. Мы недавно отсоединились от энергетической системы России и Белоруссии и присоединились к энергетической системе европейских стран, Европейского союза и других европейских стран. Никто не верил в это. Все думали, это невозможно. Как же так отсоединиться от энергосистемы России? Да это же катастрофа будет. Видите, во время войны отсоединились, и все нормально идет, свет есть в стране. Будем продавать нашу электроэнергию тоже излишнюю в страны Европейского союза. И, кстати, в других сферах то же самое происходит. То есть мы сейчас ведем политический процесс присоединения к Евросоюзу, оформляем все соответствующие документы. Заполнив этот опросник, Европейская комиссия даст свою рекомендацию, соответствует ли Украина Копенгайским критериям. Эта рекомендация точно будет позитивная. А дальше начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС. Уже будем переговаривать о конкретном документе. Это будет большой документ, полноценный договор. Таким путем шли все наши страны, все наши соседи, которые уже стали членами Европейского союза. Тут главный, наверное, вопрос. Я слежу сейчас в том числе за тем, как комментируют наши зрители, наш с вами интервью. Когда? Самый главный, наверное, вопрос. Когда? Когда мы станем полноправным членом Европейского союза, по крайней мере, по прогнозам? Смотрите, мы хотим очень быстро. Не все страны, члены Европейского союза хотят, чтобы это было быстро. Вот компромисс будет где-то посередине. Я не буду сейчас спекулировать конкретными датами. Знаете, я вам сейчас назову дату, а потом мы с вами на следующем эфире будем объяснять, почему нет. Ведь если бы все зависело от Украины только, мы бы это сделали очень быстро. Но в Европейском союзе сейчас 27 государств, 27 разных позиций. Никто из них уже не против вступления Украины в ЕС. Раньше были страны, которые были против, которые говорили, не время, давайте еще, Украина проведет еще 158 реформ каких-нибудь, я не знаю, 525 документов примет. Сейчас никто не против. Дискуссии идут относительно скорости вступления. Мы должны пройти все этапы, потому что есть процедура. Это же мы вступаем в Европейский союз, а не Европейский союз вступает в Украину. Мы хотим очень быстро пройти эти процедуры. И мы сейчас имеем позицию большинства, что да, Украина способна пройти очень быстро эти процедуры. Поэтому, поверьте, это не затянется на десятилетия, это не затянется даже на, скажем так, какой-то период, ну я не знаю, 5-7 лет. Мы хотим, чтобы это было быстро. Это реально. Сейчас все зависит и от нас, и от стран Европейского союза. Вот то окно возможностей, о котором нам всегда говорили, оно сейчас есть. Украина его точно использует. Украина не упустит ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты. И точно мы будем членами Евросоюза. Еще один важный аспект, и работа президента в том числе, и работа Офиса президента Украины, Дмитрия Кулеба, министра иностранных дел, и всех тех, кто сейчас работает на международном направлении, это санкционное давление на Российскую Федерацию. Президент Украины, возможно, даже в каждом своем обращении, говорит Европе, говорит миру о необходимости еще больших санкций, еще большего усиления, еще более жесткого отношения к Российской Федерации, к российскому политикам и к российской экономике. Сейчас у нас есть возможность услышать президента Украины, далее обговорим. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть и газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю дохода в России и позволяет руководству России верить в свою безнаказанность. Позволяет надеяться, что мир проигнорирует военные преступления русской армии. Мы этого не допустим. Не допустят все в мире, кто имеет смелость, как украинцы, противостоять тирании. Необходимо также полностью отключить от глобальной денежной системы российские банки. Не отдельные из них, а все, всю банковскую систему России. Не может быть такого, что самая большая угроза глобальной безопасности находит пути глобального богатства. В этом контексте оцениваю и новый пакет санкций против России, о котором объявлено. Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на Западе до сих пор относятся к российскому государству. Мы знаем, кто постоянно пробует смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли, в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и действительно сильные санкции. Как мы видим, вот эта мягкость, она постепенно идет на нет после того, как вооруженные силы Украины освобождают очередные города, как, например, на Киевщине, как, например, в Буче. Реакция после бучанской резни, как ее сейчас уже называют в Твиттере, она понятна, скажем так. Но, тем не менее, сломать вот эту мягкую позицию, за счет чего возможно, нам не хочется, чтобы она сломалась именно жертвами украинского народа. Президент об этом говорит каждый день, буквально обращаясь к европейским политикам, вам нужно еще больше смертей. Есть ли сейчас рецепт, возможно, в офисе президента, если можете его озвучить? По путем убеждения, только путем переговоров, только путем, скажем так, отстаивания украинской позиции, такое возможно. Действительно, ну, давайте возьмем Европейский Союз. Те пять пакетов санкций, которые сейчас уже приняты, для них это нечто революционное. Они все в личных разговорах говорят, ну, вы могли представить, там, два месяца назад, что такие санкции могут быть? Мы говорим, нет, это для вас очень большое достижение, это для вас какая-то космическая скорость, для нас это черепашья скорость, потому что, действительно, люди умирают в Украине каждый час, каждый день, каждую ночь, а вы раздумываете о том, насколько эмбарго, например, на российскую нефть или газ поднимет, насколько там евроцентов или насколько евро цены в ваших магазинах или цены на бензин. Вот, поэтому, ну, вы же понимаете, что иногда эмоции действуют, иногда эмоции не действуют, иногда действуют рациональные доводы, иногда рациональные доводы не совсем действуют. Поэтому вот комбинация этих фактов, конечно, мы будем дальше использовать. На самом деле, действительно, позиция меняется. Но, как сказал мне представитель одной страны, не буду называть название страны, но скажу очень интересную аналогию, которую он сказал. Говорит, мы большой танкер. Вот танкер, когда разворачивается, он разворачивается очень медленно, потому что он большой. Но если он уже начал разворачиваться, он уже точно развернется. Вот мы работаем над тем, чтобы увеличить скорость разворота этого танкера. А то, что он начал уже разворачиваться в сторону против России, в сторону на поддержку Украины. Ведь, действительно, санкции – это второй фронт, экономический фронт. Потому что тем больше санкций, чем больше санкций, которые немедленный эффект имеют, правильно говорит президент, отключение от свифтов всех банков. Почему ВТБ отключен в пятом пакете, а Газпромбанк и Сбербанк до сих пор не отключен, например. Или почему введено эмбарго на уголь, например, но с отлагательным периодом в 4 месяца. Или почему закрыты европейские порты для российских судей, но если идет речь о продуктах так называемых гуманитарных, о продуктах аграрных и о продуктах энергетических, читая те же нефть, например, то здесь это не распространяется. Плюс еще очень важный момент – те дырки в санкциях, которые ищет Россия, пытаются их обойти. Мы тоже совместно с европейскими партнерами над этим работаем, пытаемся эти дырки закрыть для того, чтобы никакие деньги не утекали в российскую экономику. Ну и важно, конечно, уход европейской компании из российского рынка. Об этом тоже говорит президент и в своих выступлениях. Об этом говорят наши представители, встречаясь с лидерами этих компаний. Потихоньку компании тоже уходят с российского рынка не так быстро, как нам бы хотелось. Не все, как нам бы хотелось, но процесс идет. Ну и если, естественно, можем мы открывать планы Офиса президента и президента Украины на следующую неделю, если о планах встречи, возможно, действиях, ну, либо же не стоит открывать оппоненту, я имею в виду Российской Федерации в данном случае, а все планы украинской власти. Ну, я же вам сказал, что у нас будет много приятных сюрпризов для украинцев и неприятных для россиян. Они будут на следующей неделе. Продолжится также практика выступления президента в парламентах, продолжатся телефонные разговоры, поэтому дипломатический фронт, дипломатическое направление будет таким же активным. Игорь Иванович, говорю, мы огромное спасибо за то, что стали частью нашего информационного марафона. Берегите себя, остаемся, говорится, на связи. Я напомню, что Игорь Жовко, заместитель руководителя Офиса президента Украины, был с нами на связи. Ну и также чудовищный кадр изверств российских оккупантов Бучи для украинцев, украинского парламента, украинского президента Владимира Зеленского. Началась седьмая неделя противостояния, героического противостояния с Российской Федерацией, так называемой Второй армии мира, в больших кавычках, на деле оказавшиеся сборищем террористов, мародеров, убийц, насильщиков и многих других. Преступников, в общем говоря, военных преступников. Главное заявление и встречи нашего президента, главное, итоги этих встреч, собирали наши коллеги, давайте посмотрим сюжет. Тела мирных жителей, лежащие прямо посреди улиц. Десятки расстрелянных людей, у многих руки связаны за спиной. Братские могилы, сожженная военная техника во дворах, разрушенные дома. В начале этой недели жуткие кадры последствий зверств российских оккупантов в Буче шокировали весь мир. С Бучей и людей, которым удалось выжить, эта неделя началась и для украинского президента Владимира Зеленского. Я вышел на Яблонскую. Здесь сколько? 200 метров. 12 человек лежало убитых мертвых. 12 человек лежало убитых наших. И гражданские же молодые ребята. Тот на мотороллере, те в машине. Владимир, спасибо вам, что вы остались народом, никогда не уехали. Все вас благодарят, что вы знали. Спасибо вам. Спасибо. Да, спасибо. Огромное. Все люди благодарят. Вы молодцы. Вы все это вытремали. Хорошо, а вы нам помогите. Вы молодцы. Мы все поможем. Все в новом. Буча. Буча золотой город. Надо его восстановить, помочь. Я. Золотой город. Все сделаем. Люди золотые. О весне в Буче и о бесчисленных военных преступлениях россиян Владимир Зеленский будет говорить и на следующий день, выступая перед совбезом ООН. Вчера я вернулся из нашего города Буче на днях освобожденного от войск Российской Федерации. Сложно найти такое военное преступление, которое бы оккупанты не совершили там. Российские военные разыскивали и целенаправленно убивали каждого, кто служил нашему государству. Они расстреливали женщин за дверями домов, когда подходили и просто звали того, кто есть живой. Они убивали целые семьи, взрослых и детей, и пытались сжечь их тела. Все эти зверства, по словам Зеленского, совершали военные России, страны-террористки, которая все еще является постоянным членом Совета Безопасности ООН. И, пользуясь правом Вета, практически парализует его работу. Президент уверен, без реформирования в нынешнем своем формате СовбезООН существовать больше не может. И сейчас мы нуждаемся в решениях от Совета Безопасности для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, вы можете сделать две вещи. Либо отстранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений относительно ее же агрессии, ее же войны. И тогда сделать все, что может установить мир. Либо показать, как можно переформатироваться и реально работать ради мира. Либо, если ваш действующий формат безальтернативный и выхода просто нет, то дальше только самороспуск. Я убежден, что вы способны обойтись без третьего варианта. Мир нужен Украине. Мир нужен нам. Мир нужен Европе. Мир нужен миру. И достичь мира возможно, только если Европа перестанет бояться. Бояться разгневать Москву и остаться без российского газа, заявил Зеленский, выступая перед правительством Испании. Говорил о санкциях. Не формальных, а таких, которые реально остановят военную машину России. О том, на что эта военная машина способна, на примере Мариуполя Зеленский рассказал и в обращении к ирландскому парламенту. Продолжаются круглосуточные обстрелы, авианалеты, продолжаются бомбардировки. В Мариуполе не осталось уже ни одного целого здания, ни одного неповрежденного здания. В полумиллионном городе ни одного. Погибших и убитых хоронили прямо во дворах разбитых многоэтажек. Когда могли это делать? Но даже так похоронить в большом количестве случаев не удавалось. Тела людей так и остались на улицах, в руинах домов, в заваленных подвалах. Эта неделя для президента была насыщенной в плане общения с иностранными политиками. Владимир Зеленский выступил также перед парламентом Греции и Финляндии. Больше часа общался с украинскими журналистами. Каждый раз рассказывал о том, что несет в нашу страну русский мир. И как, отбивая атаки оккупантов, Украина в течение 45 дней защищает всю Европу. Накануне убедиться в этом лично в украинскую столицу прибыл тот, кого Владимир Зеленский считает своим другом и другом Украины. Британский премьер Борис Джонсон. Татьяна Сули, специально для информационного марафона Freedom, телеканал UA.